Привет, зритель. Это пустые баночки. Март-апрель. С легким опозданием на один день. Вчера я ездила в деревню, устала как собака, и мне бы не было сил записывать ничего. Сегодня, правда, я тоже была такая веленькая, но я вышла на улицу, ну, какие-то перерабатываемые мусоры, поняла, что я в состоянии что-то записать. Короче, у меня закончился вот такой вот хель. Теперь это пустая, конкретно совсем баночка, там что-то на дне совсем болтается, обмылки-мылка. Эйван Сенсос. Драгоценное масло. Белый персик и ванильный орхидея. Крем-гель для душа с маслом Акадамии. Это подарок был от подписчицы Люли. Очень классный гель. Хорошо пянулся. Хорошо пах. Ну, закончился. Так, у меня закончилось, и я решила показать. Я что-то тут недавно снова стала покупать соль для ванн. Тут купила эту, которую иногда в Ашане покупаю. Я не помню, почему какая-то дофига бюджетная. Тут 500 грамм соль для ванн морская каждый день. Раза на три или на четыре хватило. У меня там ещё такой же пакетик в запасиках лежит. Так, у меня тут была... От Азон как-то в подарок пришла к заказу. Я ещё, кажется, Кайла Адживан заказывала себе и бабушке. Вот в такой вот книжечке. Вот такая пробничка. 7 миллилитров раза на три хватило. Это у нас Дефемилена. Средство для интимной гигиены. Для продолжительного чувства свежести. Деоактив. Ну, короче, фигнюшка для женской интимной гигиены. Ну так, приятно пахнет. Но я как-то по таким штукам не страдаю. Мне хватает геля для душа или детского мыла. Ну, приятно пахнет. Если что, увидите полноценный формат. Могу посоветовать тем, кто вот страдает по таким штучкам. У меня, не поверишь, закончилось. Уже два года практически прошло. Оно только совсем недавно, может, недели три назад или в конце марта вообще, или в начале апреля закончилось. Тут уже всё нахрен стёрлось. Это Баксздрав, номер 51, 100 миллилитров. Жидкость антисептическая. Интересно, глянь в инфобокс, пройди по ссылке на сайт Баксздрав. Получи 10% скидку по промокоду iVForever на заказ. И увидишь, что за номер 51. Вот это там было просто с гибискусом, ещё с чем-то и классическая. Вот какая-то из них, возможно, номер 51 и есть классическая. То есть, 70% спирта. Она очень удобная. У меня было таких три. На обзор приходила два года назад от компании Баксздрав. Две я отдала тётя. Она как-то приятно пахнет. Возможно, она не совсем классическая. И вот так вот нажимаешь, и отсюда прыскалась. Буквально пара прысков, и будет счастье. И не будет бактерий, и будет всем счастье. Ну, вот она наконец-то закончилась. Она у меня долго валялась везде. И в сумочке, и дома, и где только не была. И в велике тоже. Короче, у меня закончился Эйвен Сенсенс. Релакс терапия с ароматом эвкалипта и камфоры. Гель до душа с натуральным экстрактом. Восстановление и расслабление. Обалденный аромат. Это тоже подарок от подписчицы. Лёли. Тут вот совсем чуть-чуть осталось. Я им пару раз волосы мыла. Он так, правда, офигенно пах. Поэтому решила им помыть волосы, чтобы волосы тоже офигенно пахли. Аромат очень долго оставался на теле. После принятия душа. Я с ним даже делала пену для ванн. Он такую пену шикарную даёт. Как гель для душа пену шикарную даёт. Как пену для ванн тоже шикарную пену даёт. В общем, с одной стороны, я немножко даже расстроилась, что он закончился внезапно. А с другой стороны, он такой обалденный. Спасибо, Лёлечке. Очень классный гель. Там вот осталась обмылки, обмылка. На самом деле, я положила сюда пустую баночку, которая уже была в пустых баночках. Но вот та самая новая пустая баночка. У меня же их две. Она закончилась. Там оставалось вот столько этого. Оно не выдавливалось. Я добавила фильтрованной воды, потрясла. И теперь у меня отличный гелик для лица. Ну, в смысле, даже не гелик, лосьончик для лица. На самом деле, это пустая баночка из-под геля алоэ. Увлажнение и питание алоэ вера 99%. Гель для душа, для, пардон, лица и тела от Полли. Косметика китайская. Очень хорошая. На Алиэкспресс, когда покупала. И вот он закончился. Но теперь это тоник, который будет участвовать в следующем ролике ухода на май, который вот сегодня начался. И его временно заменяла в этой пакете, в этой сумочке от Ифраши Лёновой временно заменял предыдущая пустая баночка, в которой тоже как бы немножко ещё жидкости с алоэм. Типа как бы тоник для лица на основе алоэ, которая закончилась. Так, у меня, можно сказать, закончилась. Вот это мыло тоже подарок от подписчицы Лёлечки. Медовое. Питательное. Мыло с липовым цветом очищает и успокаивает чувствительную кожу. Слушай, знаешь, зритель, такое шикарное мыло. Но у меня что-то закончилось? Там совсем чуть-чуть осталось уже такой обмылок совсем. Я им юзалась вместо геля для душа. Потому что что-то хоть... Мне иногда вот этого флакончика, подобного флакончика на целый месяц хватало. А вот тут как-то я им... Мыло себя иногда на себя его выливала, прям вот, чтобы благоухать. Ну, ещё пена для вас пару раз голову помыла. Сам понимаешь, зритель. Оно внезапно закончилось чуть раньше, чем закончился апреля. Я уже вот этим мылом, не только руки мыла, я использовала его как помыть тушку. На губочку оно такую шикарную пену даёт. И кожа совершенно не стягивает, не сужит. Кожа мягкая, увлажнённая. Это, кстати, завод братьев Крестовниковых. Спасибо, Лёлечке. Очень классное мыло было. Так. У меня не то, чтобы он закончился. Это первая пустая, единственная баночка марта была. Вот там вот столько ещё осталось, но он как-то загустел. Он совершенно оттуда не доставался. Причём ещё как бы срок годности у него целый месяц оставался. Но вот он как-то сдох раньше, чем срок годности закончился. У меня уже в нескольких средствах Гринмамы так было. С третьим или четвёртым такое, что он раньше срока ласты склеивает. Как-то портится консистенция. Загустевает. Как не поймёт на что. Его не выдавить. А если пыталась, вот откручивала и доставала, он уже какой-то не пойми, что был. И никакого эффекта от него не было. В общем, это Гринмама. Крем для ног. 24 часа уход. Вот мочевина, бетаин, миндаль, намасло, африканское карите. 200 миллилитров изначально. Хорошая, в принципе, штука, пока ласты не склеил. Крышечки нет, потому что её ещё тишко заиграл года полтора назад. Ну, уже можно сказать, что года два назад или как-то так. Ну, хороший крем. Он тогда что-то стоил 400 с чем-то рублей, но он, в принципе, свою цену оправдывал. Очень экономичный, хороший крем. Удобно было брать. Вот тут буквально 3-4 пшика таких. Формочка такая похожа, как вот средства Багздрав, которые косметические. Отсылка к предыдущему ролику, который занял у меня на монтаж 3,5 дня, из-за чего я вообще была такая выжатая, как лимон. И вот только сейчас выпинула саму себя чуть ли не силой писать обзоры. В общем, хорошая штука. Это, говорит, мама была. У меня закончилась. Ну, в смысле как? Она лежала долго-долго на видном месте. Я как-то её использовала и положила ещё более на видное место, чтобы оно случилось в пустых баночках. И забыла, куда я тут нашла. Это интенсивная, интенсивно восстанавливающая маска носки для ног абрикос. Это был подарок от подписчицы Светы из Москвы. Честно, я не поняла смысла от неё. Ну, попробовала. Вау, впервые эти носочки, которые на ноги одеваются, которые чем-то пропитанные. Но кожа на пятках как была, ну, такая, немножко жёсткая, такая вот на совсем пятке вот это вот местечко. Была такая не очень. Так от них и осталось. Вот не то, что мёртвому припаку, а какие-то вообще бесполезные носочки. Ну, чисто моё мнение. Может, когда-нибудь попробую какие-нибудь другие носочки. Так, у меня закончилось средство. От ещё когда-то я сотрудничала с магазином Ма Индия. Хималайя, Синц, ну, в общем, бальзам от боли с мятой. Точно такую же штучку я видела как-то на Вайберис. Как бы он сроком до годности ещё не закончился. Он до января 23-го года. Ну, там уже всё выскорбилось. Я думаю, эту баночку потом, хотя мятой ещё пахнет, помыть и замутить на основе кокосового масла, пчелиного воска и эфирного масла мяту себе самопальную матьку. Короче, а так, может, на Вайберис как-нибудь увижу и куплю. В общем, хорошая штука такая. Спасибо Ма Индии. Этому магазину за возможность её поюзать. Помогала от мигрени. Чё тут у меня ещё есть? А, у меня последняя штучка. Ой, чё тут всё падает. У меня последняя штучка закончилась. Это тоже подписчицы Светы. Это Too Cool for School. London, New York. Яйца какие-то с чем-то там. Корейская косметика. 30 грамм умывалка. Хорошая такая умывалка. Я иногда ей руки мыла. Она такая с очень-очень лёгким скрабирующим. Эффектом, мне кажется. И вот руки иногда очень даже к месту. Так помоешь, и кожа рук мягкая. Лучше, чем от мыла. Лучше, чем от крема. После деревни у меня кожа до сих пор какая-то шершавая. Мы когда с сестрой и тётей ездили несколько дней назад первый раз убираться в доме. Ну, на территории, а не к пчёлам. У нас у всех руки какие-то очень шершавые были. Помажешь хлебом, через минут 15 снова намазать. До сих пор такая штука. Тут оно закончилось внезапно всё. Ну, как бы не внезапно. Понятно, что оно заканчивалось. Вот оно закончилось. Вот такие у меня были пустые баночки. Март-апрель-май. Я не знаю, что у меня будет. Но, возможно, будет май-конец лета. Всем спасибо за просмотр. Если кто-то что-то подобное оюзал. Или особенно носочки. Может, там как-то их надо было ноги отмачивать. А потом уже носочки одевать. Несмотря на инструкцию по применению. Дайте знать в комменты. Может, знаете, какие-то супер носочки. Я тогда их закуплю себе, заюзаю. И будет моим ножком счастье. Всем пока. Не забудь поставить палец кверху.